Здравствуйте! Добро пожаловать в отличную программу о строительстве и ремонте. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить всем любителям делать что-то своими руками. Итак, с вами «Про ремонт» на Первом городском канале. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Фэшн-показ от Ильи Панова в строительном магазине. Превратим дизайн-проект на бумаге в реальность и узнаем, кто сильнее – розовый слоник или брусчатка. Вы смотрите «Про ремонт» на Первом городском канале и прямо сейчас у нас стартует рубрика «Мастер-класс». Возле меня стоят два обаятельных дизайнера. В их руках необычные предметы и сейчас они расскажут, что же нас в этом мастер-классе будет ждать. Итак, знакомьтесь. Соня, Оля. Ну давайте, рассказывайте. Так как приближается дачный сезон, сегодня мы сделаем небольшой журнальный столик, который подойдет как для дачи, для какого-то красивого места в саду, ну, в принципе, так и для дома. А сейчас мы начнем свой мастер-класс. Супер. И сперва с помощью карандаша и линейки проводим все необходимые замеры. На двух листах фанеры размечаем пять одинаковых квадратов. Следующий этап. Нам понадобится керамическая плитка. Есть. Есть такая. Красиво. И пленочка. Пупырчатая пленочка. Антистресс. А еще нам потребуется молоток. Накрываем плитку пленкой, чтобы не повредить, и с небольшим усилием ударяем молотком в самый центр. Должны получиться вот такие кусочки. А тем временем мы оказались в нашей строительной зоне, где девушки что будут делать? Отъяснись, пожалуйста. Сейчас мы будем производить распил. Как ощущения? О, огонь! Ну все, мы нарезали наши квадраты. Вот так вот будет это все выглядеть. Соня, что будем делать теперь? Сейчас мы будем это все скреплять с помощью шуруповерта и саморезов. Не жалейте саморезов. Чем прочнее конструкция, тем лучше. Друзья, наш каркас готов. И пока мы готовимся ко второму этапу мастер-класса декорированию, предлагаем посмотреть нашу полезную рубрику. Сейчас мы видим перед собой воплощенный дизайн-проект для семьи. Мы с вами находимся в гостиной. Много блестящих светильников, что подчеркивает стиль арт-деко. Центром нашей гостиной является вот этот замечательный камин. В отделке камина у нас использованы камень-дерево. Также мы видим полиуретановые молдинги, как на стенах, так и на потолке. Встроенная подсветка. То есть это тоже кропотливая и достаточно трудоемкая работа. А вот это вот декоративная элемент на стене называется линкруста. Она создает такой эффект 3D. Смотрится очень красиво. Как видим, спальня она более такая спокойная, легкая. Мы видим спальню на потолке вот эти вот плавные линии. Это создает такой эффект нежности какой-то, воздушности. Одной из задач было для нас спрятать инженерные коммуникации. Здесь присутствуют короба, выстроенные вдоль этих двух стен. Ну что, мы с вами перешли в детскую комнату. Мы видим с вами вот этот вот декоративный элемент, декоративные ниши, которые плавно переходят в потолок. Функция анализа в том, что они используются как полочки и опять же закрывают коммуникации. Мы перешли с вами к любимому месту любой семьи. Это кухня. Если посмотрим на потолки, они у нас комбинированные. Использован натяжной потолок гипсокартоновой конструкции, обрамлен полиуретановым молдингом. Кухня небольшая, но здесь опять же использованы 4 включения, 4 варианта освещения этой кухни. Стать обладателем квартиры вашей мечты поможет Центр профессиональных дизайнеров и строителей «Артвей». Специалисты Центра знают тысячу и один вариант перепланировки и обустройства квартиры, офиса и коттеджа. Записывайтесь на консультацию к дизайнерам и строителям по телефону 78 67 93. «Артвей» Захватаева, 23. А сейчас реклама на Первом городском канале, после которой мы расскажем, как загипнотизировать с помощью натяжного потолка и попытаемся уложиться в 20 тысяч рублей при покупке мебели для всей квартиры. Возвращаемся на мастер-класс. Мы уже собрали каркас, теперь переходим к этапу декорирования. Мы подготовили плиточный клей для мозаики, он светлого цвета. И сейчас мы будем наносить его на поверхность нашего будущего столика и сразу выкладывать нашу мозаику. Плитку крепите в хаотичном порядке, но по максимуму заполняйте пространство. Ну что, в нашем мастер-классе осталась последняя стадия затереть все неровности на нашем уже практически готовом журнальном столике. Телепроект «Про ремонт» всегда следит за новинками в сфере строительства и ремонта и рассказывает о них вам, наши дорогие любознательные зрители. Есть такой материал – профнастил из ПВХ. Так вот, многие спрашивают, что же это такое? Профнастил ПВХ внешне похож на профнастил обычно оцинкованный, но он отличается по своим свойствам. Чем же в таком случае он лучше, чем обычный металлический профнастил? Этот профнастил не боится ржавчины, не гниет, не боится царапин, не выгорает на солнце. Его очень удобно монтировать, как видите, да, он не боится перегибов и свои свойства вот эти он сохраняет до минус 35 градусов. Ага, то есть правильно ли я понимаю, что любые погодные условия ему абсолютно не страшны? Абсолютно не страшны, более того, он бесшумен во время дождя и во время схода снега. Сравнение, да, слышно. А в таком случае, куда его удобно монтировать, помимо вот такого замечательного костюма? Так же, как и оцинкованный профнастил, его можно монтировать на крыши, на стены, на заборы. Но установив его один раз, вы забываете о нем не меньше, чем на 30 лет. Что хорошо, этот материал стабилен не только в своих качествах, но и цене. Она не менялась у нас с начала строительного сезона. Если все же хочется немного сэкономить, выбирайте металлический кровельный материал, профнастил или металлочерепицу, вариантов выбора цвета, формы, толщины материала, масса. Приходите в специализированный магазин «Кровля». Различные варианты профнастила, фасадные панели, водосточные системы, а также брусчатка, тротуарная плитка и террасная доска. Сделай ремонт как по нотам с магазином «Кровля» Герцена 88. А тем временем наш журнальный столик почти готов. Остается лишь сделать поверхность ровной с помощью затирки. Ну что, дорогие друзья, мы рады представить вам результат нашего мастер-класса. Итак, журнальный стол готов. Соня, как оценишь нашу работу? Работа наша прошла весело, классно, дружно. Получился вот такой прикольный столик, который можно использовать на какой-то веранде, на балконе, в какой-то, может быть, беседке, в каких-то летних дачных интерьерах, да и просто дома. Но мне в таком случае ничего не остается, кроме как поаплодировать вам, девчонки. И Соня, Оля, именно они постарались и сделали этот прекрасный журнальный стол. Ну а мы прерываемся на следующую полезную рубрику. Брусчатка. Да, о ней знают практически все. По ней мы ходим и, более того, ее видим каждый день на дорогах и тротуарах. И, наверное, уже нет смысла рассказывать о том, как красиво она смотрится на земле. Об этом и так все знают. Зато есть смысл рассказать, как эта брусчатка готовится, а еще проверить ее на прочность. За работу. Я бы сказал, что брусчатка это тот самый куличик, который мы в детстве делали в песочнице. Только делается он из других ингредиентов, среди которых пескогравийная смесь, цемент и так называемый пластификатор, который поможет склеить эти два ингредиента. Осталось все это засыпать в бетономешалку и ждать. Отметим, песчаногравийная смесь значительно повышает прочность и износостойкость брусчатки, а также ее морозостойкость, в отличие от песка, из которого в основном производится брусчатка. Затем получившейся смесью наполняем вот такие формы, они могут быть абсолютно разные. Али-оп! Но затем все это отправляется на вибростол. Теперь необходимо дождаться полного высыхания, разбортовать готовую брусчатку и отправить на улицы города. Или как в нашем случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое время перейти к этапу проверки. На прочность. Как вы понимаете, острые шпильки здесь не случайны. Именно они могут навредить брусчатке. Или не могут. Вся брусчатка сертифицирована и изготавливается в строгом соответствии с ГОСТом. Наверное, в этом секрет качества брусчатки от компании «Стройбаза». Тротуарная плитка, бордюры, брусчатка, огромное разнообразие форм и фактур. Стоимость одной плитки всего 27 рублей. Возможность доставки. «Стройбаза» располагается на улице Симаковская, 44, за мясокомбинатом. Телефон 45 45 44. А вот такой была сегодня наша программа. Не забывайте заходить в официальную группу ВКонтакте. Там дублируются все выпуски. Также у нас есть страничка в Инстаграм. С вами была программа про ремонт. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»